Здравствуйте, дорогие друзья! 136-й Псалом у нас в нашем путешествии. Суть его написана в словах мудрецов, если бы Господь судил свой мир по строгости, если бы справедливо нас спрашивали, не просуществовал бы мир и мгновение. И только доброта Бога придает миру устойчивость. 136-й Псалом это величайшая сгулат для Рахамим, для милосердия Бога. Написано вообще в этом галеле, восхвалении Всевышнего, что 26 раз здесь произнесено ки ля лам хаздо, ибо навеки милости его, милосердия его. Это, кстати, написано соответствовало 26 поколениям, которые были до дарования Дора. Он держался на милосердии мир, потому что у мира не было ни заслуги, ни Доры, ни заповеди, недобрых дел. И Всевышний дал пищу и содержание 26 поколениям от Адама до Машерабей, ну просто, как бы, ки ля лам хаздо. И число 26 это гематрия непроизносимого имени Творца, которая символизирует именно Рахамим. Поэтому сгулат большая примета сильная, произносить этот псалом, когда мы нуждаемся в милосердии Создателю. Написано, что очень часто мы не знаем, когда спасается, небо спасает нас от многих бед, и мы даже не знаем, как это произошло. И вот в четвертом, по сути, это псалма, делающий один великий чудо, ибо на веки милосердии его и написали мудрецы скрытая большая тайна. Что еще написано? Написано, что в 136-м псалме скрыта гематрия имени Великой Руд, от которой произойдет Машерабей. В 17-м, конкретно по сути, поразившего царей великих, написано, что числовое значение этого стиха, в котором Давид восхваляет Всевышнего, это гематрия имени Руд 606. Вообще, этот псалом называют Галель Хагадоль, ну, великий псалом. Есть псалмы просто Галель восхваления с 113 по 118, а в этом, я уже говорил, 126 раз повторяется именно веки милостивого. И написано, что его надо читать, когда человеку надо, но тяжело признаться в грехах. Это обязательно можно читать псалом. Когда у человека большая опасность, он хочет притянуть свет добра к себе, чтобы суды отступили, надо читать псалом. Что еще? Есть такое кшират хатаним, это вид колдовства, когда от зависти вредят жениху и невесте, они не могут находиться вместе. Читается 136-й псалом над большим стаканом воды, затем жених с невестой должны вымыть, обмыть это и водой, и лицо, и руки, и ноги, и с брахой выпить оставшуюся воду. Написано еще, что этот псалом читает тот, чьи, знаете, казалось, будет все плохо, а провергла жизнь, все стало лучше, и это словословие Творца читается этот псалом. И последнее, что есть, читают, чтобы признаться в совершенном грехе и раскаяться в каких-то поступках, если это сложно, сначала читают псалом 136. Ну вот все, брахава от слаха.